Вау, какая заставка обалденная, девчонки, посмотрите. Ну, молодец, Виндовдиск, красота какая. Писчики мои, я делаю вам заявление, что я возвращаюсь к своему обычному влоговому каналу. То есть у меня будут длинные мои влоги про хозяйство, про мои огороды, про то, что я сделала, что я на завтрак приготовила, потому что я изучила вопрос, и я вижу, что это людям нравится. Во всяком случае, тому контингенту, который на меня подписывал, и с кем мы общаемся напрямую, кто пишет комментарии, кто рад видеть, как я живу, что я показываю, чем я делюсь, когда я делаю свои премьеры, кто приходит, когда я делаю свои прямые префиры, кто участвует активно. Вот для вас, мои хорошие, я и буду работать, и буду продолжать делать свои влоги. Доброе утро всем, друзья мои. Я сейчас готовлю обед из овощей и ножек курицы, бедра курицы, можно сказать так. Смотрите, это у меня разрезанный кабачок и баклажан со своего огорода. И я сейчас, посмотрите, в промежуточке еще, даже не в промежуточке, сейчас чуть-чуть вот так лучка посыплю. И буду еще класть в промежутке, посмотрите, у меня тут несколько картошенок. Вот, просто я их сейчас порежу. Так, а что же вам там видно же? Сейчас, секундочку. Вот там. У нас сегодня такой ветер на улице, послушайте, достаточно прохладно. И нам, так понимаете, уже сходившими с ума от этой жары, я уже просто кайфую, но домашнюю курточку полирую, я все-таки одела. Потому что вот я уже чувствую, что я уже нахватала сквозняков, пока тут была на море, пока ехала в автобусе, тут в машине, вот это вот жираете, бесконечные кондиционеры. Конечно, смотрите, вот так вот тоже выкладываю картошечку, а сверху, девчонки, у меня будет курица. Причем курица алаль. Я ее вчера купила в магазине. Она порезана крупными кусками, такими, этими ложками, сейчас увидите. И я это готовлю на два дня. То есть вот мы сегодня пообедаем, и мы завтра пообедаем. Вот, куски курицы большие для нас с Марисом. Ну, там корочка уйдет, конечно, собаке. Не буду обрезать корочку, чтобы вот этот вот, чтобы не наливать много масла, пускай жир уходит на овощи. Так, значит, еще одну картошечку. Картошка, конечно, уйдет первая. Я картошку, девочки, помыла, но я ее не чищу. Вот, она молодая, и что тут чистить, как говорится? Вот, сейчас мы тут понатыкаем везде. Кто-то там мне писал, что любит смотеть, как я готовлю. Вот, пожалуйста, девочки, смотите. Готовлю я очень и очень просто. Вот оно вот просто-очень просто. Проще уже ничего не придумаешь. И я еще хочу сюда... Ну, сейчас вот я выложу сначала курочку, а потом еще хочу помидорчик порезать. Засунуть, смотрите. Вот этот вот слой, он, конечно же, потом останется несоленым. Поэтому я его присаливаю. Присолила. Сейчас посыплю тоже травками. У меня там уже понасушилось моих трав с огорода. Нужно мне их на мельнице пройтись, чтобы были свои травки. Свои травки, девчонки, конечно же, они намного-намного ароматнее. Тут уже слов нет. Я хоть и покупаю хорошие, качественные травы прованские, но, тем не менее, все равно свои травы, когда я перемалываю, там такой стоит аромат. Так, это перчик. Нет, это чеснок сухой. На овощи я очень люблю. Сухой чесночок. Ну, оставляю на курочку, еще посыплю. И сейчас вот перчик. И будем выкладывать курицу. Сверху тоже мы ее посыпем, посадим, поперчим. И все. И пойдет это все в духовку. Как раз таки вот Мария сейчас поехала за стройматериалами там для своего клиента. По-моему, это дочка его, это подруга его дочки. Видите, вот так вот все вот выкладываем. Как вот у вас выложится, да? Так. Ой, ну это, конечно, очень большая порция. Тут уже гостей надо просто приглашать. Но гостей не намечается у нас. А готовить мне хочется каждый день. И вот я вчера эту курочку купила. Она свеженькая. Ну, можно и заморозить, конечно, было половину. Но вы знаете, мне завтра хочется поработать, пособирать помидоры. И немножечко я там вроде бы как вам хочу сделать прямой эфир. Если все будет хорошо, сделаем рататуй. Мы в прямом эфире. Самое интересное, что вот эти вот видео выйдут позже, чем вы увидите рататуй. Если все хорошо будет. Вот. Все. Соль, перец, травы прованские. И все это я сейчас чуть-чуть сверху все-таки сбрызну оливковым маслом. И порежу помидорку. И это будет все. Сейчас, подождите секунду. Вот у меня там три помидорины было. Уже не побежала я в огород. Что есть, то есть. Вот в огороде там уже, конечно, назревает тоже всего. Вот скажите, помидор добавляешь, картиночка меняется сразу. Он, конечно, может быть, он и разжарится, этот томат. Но это не важно. Пускай разжаривается. Вкус все равно будет. Вот этот кислятинка нам добавится. Ой, какая красота. Помидоры такие ароматные. Послушайте. Прям вот я их режу на части. Я чувствую вот этот запах. Ну, посмотрите, какие помидоры. Одно мясо. Вообще семечек нет. Вот эти помидоры, вот этот вот кёрт-де-бёв, во всяком случае, вот наш этот сорт, который здесь у меня. Вот. Его я не рекомендую вялить. С него хорошо делать соусы. Сок очень хорошо с него крутить. Замораживать их вот такими дуречками, просто замораживать. Это великолепно. Они прекрасно замораживаются. И потом можно делать прям зимой и соус, когда что-то готовите, сразу свежий соус сварить. И в борщи вкусно, и во всякие там тушёные там. Везде можно добавить в супчик. В салат нет, девочки. В салате, ну, оно размоклить будет, такая, как кашица. Вот. Салат я вам рекомендую сначала вялить томаты, в которых много семечек, знаете, где вынимаете мясо, как говорится, помидорное, а там остаётся только такая, ну, как голая стеночка. Вот эти помидорки, да. Вот эти хорошо вялить. А вот такие вот мясистые, сочные девочки, нет. Ну, во-первых, их никогда в жизни не завялиться. А если вы вынимете всю мякоть, останется одна корочка. И нечему там будет это. Всё, мои хорошие. Сейчас я это сбрызгиваю маслом и пошли мы в духовочку. Ну, вот так за пять минут, ну, не за пять, за десять, давайте. Уже будем честными до конца. За десять минут вы готовите вот такую вот насыщенную. Девчонки, я сегодня получила посылочку. Смотрите, вот такая вот цепочка. И вот такая вот цепочка. С такой чёрной жемчужинкой. Ну, что, девчонки, это Алиэкспресс. Я их заказывала, потому что у меня есть вот такие серёжки к ним. Посмотрите. Как-то мы очень далеко, да? Вот они. Вот. Ну, вот и жёлтая цепочка. У меня нету просто ни одной жёлтой цепочки. Девчонки, это всё недорого. Я думаю, что, ну, вот каждый комплексик вот такой. Вот, и смотрите, вот у меня. Теперь получился красненький. Стоит десять евро и один, и второй всё вместе. Ну, десять, максимум девяносто. Вот. Вот, и, конечно же, я ничего не могу сказать. Они очень красиво все смотрятся. Какое здесь качество? Ну, кто его знает за такие деньги, да? Ну, они, типа, это позолото. Вот это вот розовое позолото. А вот это вот, ну, жёлтое позолото. Здесь тоже самое. Типа, они позолочены. Ну, девочки, ну, вы сами понимаете, что... Где там какое золото лежало рядом? Ну, где-то, наверное, оно там добывается в этой стране. Фиг их знает. Но вот эти все изделия продаются вообще по бросовой цене. И вот это, по-моему, четыре с чем-то я где-то писала. Если вам интересно, у меня есть все ссылки. Я вам могу их оставить под видео. Потом напишите, если вам интересно. Ну, а так вот, вы знаете, такие вот летние нарядики или там по что-то определённое. Мне особенно нравятся эти синенькие. Ну, и красные тоже неплохо. Такие они скромненькие, такие хорошие серёжочки. Вот. Вот такого плана я себе много выломала, пока открывала одну из цепочек. Вот в этой цепочке очень плохо открывается застёжка. Ай, можно было бы написать продавцу, но, вы знаете, не хочется мне. Вот. Вот такие вот небольшие у меня покупочки. Ну, вот посмотрите, какое прекрасное блюдо получилось. И здесь есть всё. И овощи, и картошка, и курочка. И помидорчики вам, и всё, что вы хотите. Ммм, вкуснятия на запахе, на весь этот дом. Не можем кушать на улице, очень сильно мистраль сегодня. Вроде не холодно, но это нам будет мешать. Поэтому мы будем кушать дома. Я пошла за огурчиком. Привет, друзья, привет. Ой, у меня там уже собачка лежит, уже папу ждёт, деда своего ждёт. Не знаю, кто она нам, дочка или внучка. Миги, ты моя девочка. Ну, всё, послушайте, она в своей, она на работе у нас сегодня. Она же не просто так зарабатывает себе покушать. Ждёт, ждёт патрона своего. Привет, девчонки. Я вчера опять очень поздно легла. И, послушайте, вот это вот стоит, это я буду сейчас делать овсяное молоко. Короче, у меня очень много опять идей, когда сделать, не знаю. Вчера у нас был целый день дождь. И вы знаете, что он даже не промочил вот под тем столом террасу. Такой мелкий-мелкий, целый день что-то тут лился, лился. Ну, давайте посмотрим, что был за дождь. Ну, смотрите, вот видите, нижняя тарелка под гиранье, под пеларгонии. Даже не мокрая, это значит, что, ну, травку он полил, конечно. Травку полил, всё с этого, почистил листик. И посмотрите, я вчера уронила этот горшок. Вот уже пеларгошку надо мне немножечко подчистить. Но дело в том, что у нас ещё будет очень тепло. Если я сейчас начну пеларгонию резать, она у меня, во-первых, нарастёт, но цвести не успеет. И она будет потом цвести, знаете, к концу года в этом, в теплице. Это уже проверено. Но вот надо мне сорвать у неё лист весь вот этот пожухлый. На розах тоже самое. Надо добраться и заняться чуть-чуть, хотя бы посвятить полдня моему саду. И вот здесь вот это вот моя, это у меня биржерак сирано, сирано биржерак, всё наоборот сказала. Вот тоже роза, но она сидит, я знаю причину, почему она у меня стала хереть. Я её уже дважды коротко обрезала. Это она прекрасная роза, она мне раньше цвела таким букетом, прям вот на стену. И потом захерела, захерела, девочки. У нас стоит такая жара, и дом, он нагревается. И вот дом опять, посмотрите, в этом году как пошли трещины. Ой, ужас. Хоть бы этот дом достоял, дал нам дожить спокойно с мужем. И послушайте, отвлеклась. И вот стена очень нагревается, и мне кажется, растение просто не выдерживает. Так, здесь у меня, смотрите, разрастается моя римоза. Римоза, конечно, великолепна. Я говорила, у неё это вот только третий. Второй сезон вот в этом году был сегодня, что она уже тут вся цвела. Ну вот я её, конечно же, не сейчас. А может быть даже сейчас чуть-чуть подровняю веточки, простимулирую. Потому что они ещё, эти розы ещё могут цвести. Здесь вот это вот типа фламинданс. Посмотрите, куда ушли ветки. Я это всё пущу на тоннель. Мне надо, чтобы Марис принёс мне хорошую лестницу. Или пускай возьмут лестницу, залезет их мне туда, выложит. А я его буду направлять, как мне привязывать. Потому что, посмотрите, как пошла расти роза. Мама дорогая. Конечно, здесь сидит у меня в горшке две розы. Римоза. Вот такая вот, как здесь. И вот вторая подсаженная. Много-много лет назад я ей не давала расти. Я ей не давала расти. Но проблема у меня в том, что у меня в этом горшке нет дырки. То есть сидят две розы в одном горшочке. И цветут, послушайте. Я хотела в этом году выложить горшок, чтобы мне Марис там хоть дырку какую-то побольше пробил. Но так вот руки не доходят. Слушай, может, надо заняться. Доброе утро, девчонки. Ох, ох, ох. Давно мы с вами не завтракали вместе. И собака-то мне что-то отвечает. У нас сегодня дождь на улице. Поэтому я после обеда, конечно, буду порядковать то, что я вчера сотворила с томатами. То есть я там их завялила двумя способами. А сейчас я решила, девочки, покушать. Это у меня будут яйца в смятку. Вот с таким вот поджаренным хлебушком с грецким орехом. Вот такое вот масло. Написано масло мягкое. Из Нормандии. Ну, вы знаете, не очень-то оно и мягкое, скажем так. Я практически, я очень давно не завтракала, потому что я тут то интервальным голоданием тут занималась, то ещё чего. Вот, это муж время от времени ест маслице. Оно такое у нас, может, уже и застоявшееся. Но у меня от этого ничего не будет. Поэтому я намажу греночку маслом. Вот, я взяла свою цветочную соль. Так, смотрите, вот у меня там яйцо такое получилось, смятку-смятку. Яйца очень большие. Не знаю, съем я их дважды или нет. Я себе как-то там уж складывал яйца. Я себе отобрала. Два крупных яйца очень давно не ела. Вот. Они не вчерашние. Я им, наверное, ушу дней пять. Ну, ничего мне от этого тоже не будет. Вот. Курочки сейчас несутся не очень хорошо. И яйца у них не очень большие. Вот это вот, вот эти яйца крупные дают белые курочки. Девчонка с греночкой. Вообще прекрасно. Вот поэтому, послушайте, я, наверное, вас буду оставлять. Я буду завтракать. Иначе я сейчас развозюкаю эти яйца. И потом я закончу это все. Вот так вот можно на хлебушек. Вот так, смотрите. Вкусняшка. Очень вкусно. Извините за звуки в камеры. И потом я еще люблю вот просто вот так вот макать яйцо. И тоже вот так вот наслаждаться. И Меги такая раз, 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 такая, смотрите, крадется, крадется. Услышала, что я кушаю. Сегодня дождь, она будет сидеть дома точно так же, как и я. Меня попросили показать, как я делаю кофе с молоком. Ну, очень просто, смотрите. Беру молоко растительное. Вот в данном случае у меня ореховое молоко. Все, и добавляю туда кофе. У нас кофемашинка, вообще ничего не проще. И сейчас все побежит. Ну вот, все, мой кофе готов. Вот такой вот красивый, с пеночкой. И я никогда не добавляю сахар. Никогда. Так что приятного вам кофе питья. Так, ну, в любом случае, в любом случае растение очень довольное. Потому что лист сверху весь хорошенько смочился. Особенно вот этим вот ираблям, и этим клёном хорошо, гортензиям хорошо. Они хотя бы листочками подышали. И даже, возможно, немножко попало на камелию. Которую вот уже у меня во всю закладывают бутоны на февраль. Давайте попробуем ее попробовать. Да, земля влажная, нормальная. Вот, посмотрите, у меня вот эта сельвивартан, которую я чуть не выбросила весной, когда купила. Я ее пересажу в горшок побольше и буду ее именно на этом месте удержать. Она у меня все время возле летней кухни. Вот она у меня уже цветет, и цветет, и цветет. Вот, я ее еще, конечно, обрежу. У меня есть зола. Я подсыплю золы на этой неделе. Вот мой этот, это японская моя, а не ома, по-моему. Японская, я ее называю, японская хризантема. Вот она зацвела, тоже будет цвести весь сезон. Потом, послушайте, девчонки, ну не все так грустно. Все равно этот дождик, вчерашний, хоть он и там, и чуть-чуть его было, но все равно он сделал свое дело. Вот мы сняли вот это вот, как кто там говорил, что у меня тут голубое небо. Помните такой голубой треугольник у меня между летней кухней росой, ой, висел, и между тоннелем. Я Марису говорю, снимай, потому что надо, во-первых, розу порядковать, на тоннель забрасывать. Представляете, она разрастется, у меня в следующем году будет вон оттуда, Испания, тоннель виден. Вот, поэтому, девочки мои хорошие, я делаю вам заявление. Я возвращаюсь к своему обычному влоговому каналу, то есть у меня будут длинные мои влоги про хозяйство, про мои огороды, про то, что я сделала, что я на завтрак приготовила. Потому что я изучила вопрос, и я вижу, что это людям нравится. Во всяком случае, тому контингенту, который на меня подписывал, и с кем мы общаемся напрямую, кто пишет комментарии, кто рад видеть, как я живу, что я показываю, чем я делюсь. Когда я делаю свои примеры, кто приходит, когда я делаю свои прямые эфиры, кто участвует активно. Вот для вас, мои хорошие, я и буду работать, и буду продолжать делать свои влоги, обычные, домашние, хозяйственные, где-то более интересные, где-то менее интересные. Вот как я вот цветочки сажаю, как я вырываю, что я вот тут вот буду чистить, потому что эта тема у меня идет, и я попробовала все. Ну, конечно же, будут и рецепты, конечно же, будет и что-то другое, и будут и маски, и все такое, но основная тема этого канала, это будут влоги, потому что вчера я открыла, у меня он давно болтался, этот канал, канал, куда я буду сбрасывать, пока его я назвала, потому что я это знаю. Но быстрее всего я перейду, и либо бабушка Алла знает, либо Алла знает, но я ищу название, которое бы было притягивающее. И вот туда я буду сбрасывать всю мелочь, такие вот видео, которые теряются на моем большом канале, то есть в моих больших влогах. Вот, например, как я чистила серебро, как я варю, там, допустим, вкусную свеклу, как я делаю, там, рис, как я варю какую-то кашу. Те видео, которые будут занимать буквально, там, 3-5 минут, и которые в будущем теряются в моих влогах. То есть люди их не могут потом найти, и я сама тем более не могу их найти, поэтому думала-думала уже вот очень давно. Висит у меня этот, висит канал на моем профиле, который открытый, на котором я не работала. Этот не тот канал, на котором я выставляла рецепты, это совсем другой там каналчик, он тоже открыт уже года два, наверное, болтается. Вот, поэтому решилась, девочки, поэтому всех прошу у вас подписаться, ссылка будет внизу. А здесь, посмотрите, как разросла Чиппенделл. Вот меня что-то и спрашивала. И вот с вот этой моей вот безымянной розой, да еще тут топинобур внутри, короче, джунгли, я в эту сторону давно не ходила. И вот здесь у меня, посмотрите, расцвела, это у нас на французском называется Бель-Дуньви. Это цветочек, который, это многолетник-многолетник, который сам подсеивается. У меня их было много, но они все как-то перебелись. Вот у меня он здесь будут, девочки, в желтом цвете. Он очень вкусно пахнет, раскрывается он на ночь. А здесь, девочки, у меня, смотрите, это какая-то тыква, не тыква, или кабачок, или что такое, вылез. Поэтому, вот такие, друзья, дела. Если кто-то там в дебрию забраться, у меня там тоже розы цветут. Представляете, на трех копейках земли, куда не повернись, все, что где-то есть. Вот, и здесь вот посмотрите, где у меня погибло растение. Сейчас покажу. Где я стульчик поставила для отвода глаз. Он, видите, это вот это вот растение, которое вот оно у меня, вот оно у меня огромное. Скоро уже будем и стричь, делать ограду, который цветел с желтыми цветочками весной. Вот, видите, уже как пошло, как разросся. Я думаю, что понравится ему здесь. Он мне закроет за два года эту дырку, может быстрее, вы понимаете. Вот на этой линии, на зеленой линии, ничего вам не видно. У меня за три года умерло два огромных растения. Само по себе. Вот одно здесь, вот мы посадили олеандр. Вот он тоже там, это уже вытягивается. В следующем году закроют мне эту дыру. И второе растение вот здесь. Вы представляете, вот просто так взяли и умерли, ничего не спросили, никому не сказали. Нравится мне это, не нравится. И вот таким образом у нас выгорает трава. Мне, Марис, позавчера ее стриг. И вот это вот, видите, уже зеленушечка, которая вот вы видите. Это уже то, что после вчерашнего дождика. Потому что еще вчера утром здесь было все вообще сухо. Вот. А чего я с вами тут стою в этом саду? Вот. Это вот у меня Леонардо да Винчи. Так, это хиноцей. Нужно мне срезать эти бутоны и уже обрезать. Уже нечего тут делать. Для Дашдо да Винчи, посмотрите, видите, я сделала дугу. Меня кто-то спросил из подписчиков про эту розу. Она может быть кустистая, она может быть плетистая, она может быть полуплетистая. Я когда покупала свою, она была заявлена полуплетистая. И теперь, видно, ей понравилось на этом месте. Она вон вся поперла. Они же в августе у нас выбрасывают новые ветки. И посмотрите, где она будет свистеть. А нет, это будет фарень свистеть, прямо в дереве. Я с этой стороны веточки, наверное, уберу у шелковицы. Но дело в том, что посмотрите, у меня же там вот эта роза, помните, которая вся цвела? Вон у меня теперь там висят занавесочки-то. Ну, вообще, вот это вот всё такое, которое само куда-то идёт, так вот непринуждённо. Ну, оно всё как бы украшает нашу жизнь, мне кажется. Всё, мои хорошие. У меня мало времени. У меня на лице энзимная маска. Я вообще-то вышла за кусочком колбасы замороженной, которую я должна приготовить на обед мужу в мультиварке. И вообще у меня ещё очень много работы, и поэтому я ещё не прощаюсь. Конечно же, буду что-то снимать целый день, как всегда, и потом всё это вам покажу. Ну и чтобы не быть голословной, чтобы вы не подумали, что я прогуливаю. После энзимной маски я сделала вот эту домашнюю масочку. На этот раз у меня молочкой было не только овсяное, но смешанное с мукой и с тёмного риса, ой, льна, пардон. Замочила молоком тоже. Вот сейчас процедила. Его, конечно, намного меньше, потому что лёна, он такой, в себя впитывает влагу. Вот, по совету девчонок, положила себе патчи. Не только под глаза, но на носогубочке. Спасибо, девочки. Вот, сейчас я 15 минут похожу. За это время я сейчас приготовлю то, что я должна буду готовить своему мужу. Девочки, вы смотрите на меня. Ну всё, улыбаться не буду, я же ухаживаю за лицом. Девчонка, ну что, я мою этой щёткой полы, обещала показать. Вы знаете, мне кажется, что в ней есть небольшой дефон, но это очень дешёвая щётка. То есть мы её купили в этом магазине Аксион. Она такая. Вот смотрите, когда я её спускаю вот так, да, она как бы не вся фибра, которая вот, ну, спускается сама по себе. То есть ей вот иногда нужно помочь. А так, в принципе, вы знаете, мне нравится, как она моет. Сейчас я вам покажу немножко. Она хорошо моет. И самое главное, что после неё, у неё очень быстро высыхают полы. Вот у нас эта плитка, она очень стабильная, эта плитка. Это ещё мой муж когда-то, даже куда-то он ездил в какой-то регион. Это качественная плитка. Он когда-то её там накупил. Вот она вот по жизни лежит на этом полу. Но не все тряпки быстро высыхают. То есть достаточно долго сохнет. Сейчас современное покрытие, оно же сохнет очень-очень быстро. Вот, поэтому хочу сказать, что моет она неплохо. И вот что мне не нравится в ней, вот у меня есть другие щётки, видите, она не заходит под мебель. Вот, а у меня есть такие вот тоже, такие же микрофибровые, отдельно я покупала. Но те нужно отжимать в специальном ведре. Те заходят у меня везде под мебель. И это очень-очень важно. Но в принципе, в принципе, она моет хорошо. И самое, ну, удобно очень быстро отжимать её. И ты её отжимаешь вот насколько тебе нужно. Поэтому, в принципе, я хочу сказать, за такую цену, если у вас где-то это продаётся, покупается, всё равно ничего не бывает вечным. Даже если она у нас и поработает три месяца или полгода, этого достаточно за те деньги, которые мы заплатили. Ну вот, короче, я вам показала. Друзья, привет ещё раз. Сейчас у нас вечер, мы уже сто раз сегодня с вами виделись. Но, тем не менее, каждый раз я говорю привет-привет. Смотрите, мы получили посылку, её нам бросили в почтовый ящик. У меня здесь два вида. У меня здесь коллаген. Здесь у меня хрящ, акулы, бады. И у меня здесь гель артикуляр, то есть для костей, скажем так. Вот, смотрите. Вот, он какой-то на основе лаванды. Я ошиблась, лаванда и силиса. Я немножечко ошиблась. Я однажды покупала похожий гель. Оказалось, что там их несколько. Но, послушайте, очень хорошие отзывы. Говорят, что боль удаляют прям вот на раз, два, три. И попользуюсь, расскажу вам. Ну, для тех, кто живёт в России, я думаю, что это... Вы такого не найдёте. Но у вас есть много аналогов. Смотрите, что у нас в этой посылке. Это у нас карцеллажи Дорека. То есть это акулий хрящ. А это морской коллаген. И я ещё намереваюсь прикупить себе крапиву. Потому что прям отзывы такие, что там вообще ногти, волосы растут. Прям, прям, даже после химиотерапии и так далее. Но я попробую, у меня же это... У меня вот, смотрите, вот ноготь. Вот, девчонки хвалят мои руки. Но вот видите, у меня ноготь на правой руке. Он у меня, видите, расщепляется вот вдоль. Вот вроде бы я его и подлечила. И всё равно... Только... И главное, я им цепляюсь за всё. Так, девчонки, короче. Заплатили мы за всё 58 евро. 58,90. Вот эти... Коллаген, морской коллаген. Он тоже здесь из всяких там моллюсков, там всякая ерунда. Я всё равно не увижу даже в очках. У него здесь... Вот видите, пуассон. То есть всякий коллаген, рыб... Ну, типа рыбий жид, может быть, я не знаю. Коллаген, короче. Рыбный. И потом вот витамин Е я вижу. Потом есть... Послушайте, ну что ж такое? Ничего, мне ничего не видно. Вот цинк там есть. Селениум есть. Магнезиум есть. Витамин В и витамин С. Вот. Мы уже не первый раз берём. На самом деле, очень хорошо укрепляет... Ну, это как бы, понимаете, чтобы наращивать объёмы наших рещей, которые ж не восстанавливаются на коленках и так далее. Поэтому мы уже не первый раз это покупаем, и очень хорошие отзывы также это влияет на кожу и на кожу лица. Значит, стоит 200 жюльюль, стоит 9 евро 50 сантимов. И если ты берёшь 3 банки, то третья банка тебе получается за 1 евро. Это у них такой постоянный промассив. То есть у нас было вот здесь, смотрите, мы взяли на 78 евро 50 сантимов. 20 евро нам отняли. То есть по каждой баночке отняли, мы заплатили только по евро. А хрящий акула, акулик этот, хребет или хрящий, я не знаю, как он называется по-русски, он стоит 12.50 банк. Он подороже на 3 евро. Но то же самое мы заплатили только за 2 баночки, и третью нам продали за 1 евро. И постоянно есть эти скидки. Я думаю, что точно так же я возьму себе и крапиву, то есть третью банку за 1 евро. Вот. Поскольку здесь принимать, принимать здесь нужно... Так, здесь вот он так и написан. Картеллажи дурака. И потом там что-то есть там. Эти крюсташи, это вот как креветки, да, вот эти вот кровисы, вот эти вот всякие там, вот эти скретики, вот этих вот всех моллюсковых. И так вот крюсташи, это французскому называется, потом какие-то там, а тоже есть витамин D3, кстати, здесь есть. И есть кальций, кальций, кальцийом. Ну вот, короче, будем принимать. Посмотрим, это удаляет тоже, хорошо удаляет боль и в коленках, и во всех суставах. И вот такой вот, послушайте, я взяла гель. То есть принимать надо, посмотрите, здесь написано, от 4 до 6 в день. Я люблю это все утром принимать. И вот здесь написано то же самое, от 4 до 6 в день. Но мы будем принимать по 4, раз мы принимаем и то, и то, а может быть даже и по 3, но я посмотрю до заж. Я думаю, что... Посмотрите, какая красота у нас на небе. Ну вот не передают камеры, небо такое голубое-голубое, и тут вон летают, летают. Все, девочки, я иду на прямой эфир, хотя уже очень поздно. Доброе утро, девчонки. Доброе утро, я начинаю свое утро сегодня. Я уже выпила один стакан воды, и я сегодня пила с утра 2 таблетки волосиклавира. У меня герпес на губе второй день, и я, девочки, вчера так лоханулась. Я вчера сослеп, вместо этого завиракса волосиклавира выпила ибупрофена целых 3 таблетки. Вы даже не представляете, как мне было плохо вечером. Я не могла понять, в чем дело. Вот, поэтому герпес у меня все равно, естественно, выскочил на губе, но не очень большой, но тем не менее. И я сегодня, я же вам показывала, вы получили с Марисом наши бады. Это вот этот карцеллаж дуракан, это хрящ акулы. И вот я пишу, потому что... Так, как же мы ему написать? Так, 4, 1 раз в день. Потому что Марис, я ему сказала вчера, по 4, а он все равно выпил только 2. А здесь надо от 4 до 6. Так, и я здесь ставлю дату, у нас сегодня какое число, у нас сегодня 12, 12 сентября. Вот, и мы будем пить. У нас хватит на 3 месяца почти по 4 таблетки, потому что каждый по 600. Вот, и будем пить, потому что и кости у него, они не так побаливают, но он же у меня спортивный человек, поэтому, и поэтому ему, конечно же, тоже нужно. И я себе хочу заказать в таких же бадах еще и галлуриновую кислоту и крапиву. Прям крапиву, девочки, расскажите, кто пил крапиву? Потому что про крапиву тут такие отзывы на этом же сайте, что там вообще прям надо-надо. И она хорошо как бы и до костей даже идет, она как-то там чистит кровь, вот, вот, она чистит кровь. Ну, здесь хорошо разного цвета, посмотрите, эти капсулки. Не перепутаешь, потому что часто они одного цвета, и так раз, и я так болтаю в камеру. Я сама, ой, из какой-то я баночки насыпала. Ну, вот, девочки, я это выпила со стаканом воды. И потом я вам сейчас покажу, чем я сегодня буду делать свой смузи, коктейль на основе овсяного молока, который я приготовила вчера утром. Не знаю, когда выйдет видео, но я обязательно вам покажу, как я это делала. Так что, минуточку, я выпью свои таблеточки, и мы продолжим. Девочки, сегодня у меня будет, у меня не включилась камера, я тут это вам показывала. Это у меня в овсяном молоке, там инжир. Инжир с нашего огорода, и я сейчас чуть-чуть выжму, вот, немножко сока лимона. Хотела просто бросить кусочек лимона, но там, смотри, лимон такой с много, с большим количеством косточек. Поэтому зачем же я буду его выбрасывать, правда? Сейчас я туда просто долью лимончика и сделаю себе коктейль. И я рассказывала вам, пока резала этот инжир в камеру, которую я не включила. Смотрите, сколько косточек в лимоне. Иногда вот меньше, а иногда вот просто много, как вот и в апельсинах, и в мандаринах. Вот, и девчонки, вы представляете, тут пару дней у меня, у нас, у меня температура понизилась, и я уже успела простыть. Всё, уже герпес полез, уже нос заложим. Всё-таки, слушайте, этот организм к старости делает, а вы что? Всё, вот, ну всё, мои хорошие, я сейчас буду всё так наличить, а потом похолоду. Ну вот, фига, то есть инжир, это достаточно мягкий фрукт, поэтому делается всё очень быстро, я думаю, всё готово. И я сейчас и себе, своего мужа, налью в красивые бокалы. Мужа будет в бокал из-под марцини, а я люблю вот в таких вот высоких бокалах коктейли пить. Поэтому, вот, представляете, если не лениться и делать это овсяное молоко, у нас, конечно, продают это всё, растительное молоко. Но вы знаете, девочка, я вам хочу сказать, что по цене, конечно, делать самому намного интереснее. Ну что я, крышку ж я ж не могу теперь снять, ж ж. Как же её? Вчера я мучилась, сегодня я мучаюсь. Вот, поэтому, конечно же, делать самому намного-намного интереснее. По цене, по полезным качествам, ну, я не могу вам сказать. Наверное, тоже лучше делать самому, потому что у нас здесь нет же никаких консерваторов. Ну, что представьте, у меня овсяные хлопья, чистая вода, это очищенная в фильтре, либо кипячёная, и фиги собственного сада. Поэтому, конечно же, по полезности, я думаю, всё-таки коктейль домашний всегда будет превосходить то, что нам продают в магазинах, потому что в магазинах они, конечно, добавки могут сделать вкусовые намного сильнее. То есть, вот всё, что ты покупаешь в магазине, да, оно вкусное, но вкусное за счёт добавок. А здесь, ну, я не знаю, сейчас я вам скажу, как это на вкус. Девочки, на вкус это вкуснее ничего нету. Очень вкусно. И на самом деле, вот овсянка вообще не чувствуется, когда вот я вчера делала красные ягоды, сегодня вот инжир, завтра, возможно, это будет банан, ну, и в зависимости от банана, яблока, в зависимости от того, что у нас есть дома. Поэтому, не ленитесь, делайте свои напитки дома. Это очень полезно. Доброе утро, друзья! За ваше здравие! Я пью коктейль из овсяного молока, сделанного дома, и несколько инжиринок в нём. Послушайте, вот инжира в этом году почти не было, и вот когда его нет, видите, такие маленькие ягодки, вот у меня тут четыре ягодки ещё лежат, и вот так хочется. Я сделала коктейль себе и Марису, и потом я выпью кофе, и потом я пойду делать маску, и буду мыть сегодня голову, и погода стоит, такая стоит погода, послушайте, сад вообще не шевелится. Такая тишина вообще вокруг. Я вчера походила, походила по саду, давно ничего не делала в саду, но, наверное, я всё-таки немножечко, может быть, ещё порежу чуть-чуть розы, может быть, их простимулирую, и они ещё зацветут у меня попозже. Ну, так, а после позавчерашней холодины, вчера было очень тепло, и сегодня прям утро, вот оно чувствуется, оно такое, оно жаркое. Слушайте, у меня тут какое-то чудо-юдо бегало по стенке, но вроде бы и даже не похоже на саламандру. Такого размера, я была без очков, послушайте, ну, конечно, я сейчас увижу, что куда-то под крышу ушло. Мне кажется, саламандра, она такая более плоская. Господи, кого у нас здесь только, девочки, не живёт? Ну, где ж это, я сейчас увижу, не увижу, конечно же. Такая погода стоит сегодня, вообще, даже вам не могу рассказать. Хотя, может, это была саламандра, вот на этой стенке. А я иду такая себе за чабрецом чай заваривать. Девочки, господи, боже мой, как же я боюсь всего этого. Я их всех боюсь, этих живностей. Мама дорогая. Ну, будем надеяться, что это саламандра, и она мне ничего плохого не сделала. Я сейчас походила вон там под инжировым деревом. У нас полно ещё инжира. Морис сейчас поехал, тут к какому-то деду какой-то позвонил. Вообще, там сто лет этому деду. Поехал, у него лампочкой, он что ли, перегорел. Ну, короче, мой муж такой, знаете, весь этот вечный электрик. Всем помогает. Ну, будем надеяться, что когда мы сосаримся, вам тоже кто-то будет помогать. Я нарвала ещё раз мелисы. Вернее, вервены я сорвала. И мяты, у меня мяты здесь только молодой посушить. Вот так хочется прямо её, наверное, просто взять её и насобирать ещё раз, посушить себе свеженькой. Не знаю, мята долго не хранит свой запах, поэтому я её, когда вот самый сезон, я её сильно не собираю. То есть я собираю так, по чуть-чуть, потому что она потом теряет. Смотрите, девочки, скоро сентябринки уже будут у нас вовсю цвести. Прям разросло здесь всё так. Ну, что радует, послушайте, что оливковое дерево всё-таки пошло в рост. А какие у меня в этом году космеи, посмотрите, малюсенькие. Боже мой. Ну, вот одна, смотрите, у нас циния. Как никогда в этом году ни цини, ни бархатцев, ничего. Ладно. Пошла я дальше. Зверья не ухитила. Забросили мячик, слушайте, на эту, на тоннель. Собака беда играла, играла, и мячик больше, мячик больше не вернулся. Али, мяги. Всё, это мабель. Али. Али, всё. Валя. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чумидан, чумидан. Мяги. Чумидан. Чумидан. Ах ты, мяги. Оп-ля. Молодец. Браво. Ну, так было интересно, когда я не успела снять мячик улетел на крышу, на тоннель. Она бедная прыгает, а мячик не возвращается. Она такая, чуть с ума не сошла. Беги. Вот, допустим, не хочет она отдавать. Милан, номер 10. Милан, номер 10. Есть наш мячик. И стрижка же там у нас такая тут. О-о-о. Беги. Антана. Боже па. Боже па. Боже па. Боже па. Валя, мы с вами едем. Комментики. Ему как ждут. Ему? Молодец. Регард, регард. Это амини. Регард, регард, регард. Регард. ты старушка уже устала смотрите все пошла пить киски я гады ибо пачки ли я крика шо за киски я что-то суть там и теперь вон там тебе включили воду давай но но не очень-то на это и хочет пита но здесь играются собакой замучает сейчас не собачку или джафати гербарда она уже устала все шли это от лежала от жары вот смотрите мои друзья у меня на заморозке это киша лорена такой тарт там с немножко ветчины наверное это куплено на заморозке в магазине пикар и вот видите они вот в таких алюминиевых чашечках вот если вы сейчас вот я разогреваю духовку на 200 градусов надо ставить обязательно в разогретую духовку и мы ни в коем случае не должны ни пиццу которые на картонке до когда вы покупаете в магазине ни вот такие тарты никогда не ставим духовку вот в этих мисках чашках иначе они у вас такие когда начнут как бы размораживаться в духовке они такие отводняться и будут такие мокрые невкусные надо обязательно снять вытащить из этой посуды и выложить на вот такую пергаментную бумагу не на алюминиевую бумагу а именно на пергаментную у меня нету с собой селфи палки поэтому показываю одной рукой вот и сейчас вот духовочка у меня запикает я ее поставлю на 25 минут вы это прочитаете потом на картон очки вот и чтобы вы не покупали если вы хотите чтобы ваша выпечка потом после заморозки даже если вы сами вот печете что-то и замораживается обязательно доставайте из алюминиевых контейнеров и из снимайте с картонных подкладок прослоек и так далее только тогда ваша пицца или ваш киш или ваш тарт будут хрустящей корочкой внизу ну вот тоже такой маленький акстюз я надеюсь что он кому-то пригодится а вы подписывайтесь на мой канал ставьте лайк и ждите что-нибудь новенького а и 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